Техникам изобразительного искусства и основам традиционной живописи Китая училось молодое поколение художников еврейской автономии. В 2023 году свидетельством дружбы двух культур выступил открытый международный фестиваль культурно-образовательных практик с одноимённым названием. Преподаватели и художники из Поднебесной стали главными наставниками для участников обучения на протяжении двухдневной программы. Их встреча прошла на площадке студии креативных индустрий Преамурского государственного университета имени Шалом Алейхима. Представители вуза выступили и её организаторами. Проведению фестиваля способствовали Генеральное консульство Китайской народной республики в городе Хабаровске и Доляньская академия искусств КНР. «Китай и Россия являются славными культурными державами, взаимное уважение и признание искусства друг друга, а также совместная практика обучения равенства и инклюзивности между цивилизациями являются стратегиями укрепления фундамента китайско-российской дружбы. Есть надежда, что китайские и российские учителя, студенты, деятели литературы и искусства будут использовать Международный фестиваль образования и культуры в качестве платформы для обмена идеями, углубления дружбы и постоянного расширения культурной интеграции между людьми». Культуры разных стран и народностей имеют свою красоту. Её смогли увидеть на выставке, составленной из работ российских и китайских авторов. Произведения участников показали виденье стилей и тонкостей изобразительного искусства цивилизаций по давним и новым практикам, передовым технологиям. Обмен опытом продолжился на мастер-классах и открытых лекциях. Студенты познакомились с основами художественного наследия Китая – Гохуа. Узнали об основных сюжетах картин Поднебесной. Например, «Цветы и птицы» и «Портрет». «Это не начало началу. Это продолжение достаточно длительных отношений, поскольку наш университет, он на востоке страны. И наше взаимодействие с вузами Востока, с вузами Китая, оно было абсолютно логичным. И сегодня для нас в этом смысле нет ничего нового. А есть уверенность в том, что мы делали все правильно. Мы шли в правильном направлении и выбирали верных друзей». Важно отметить, что Международный фестиваль «Свидетельство дружбы-2023» состоялся в рамках программы «Стратегического академического лидерства. Приоритет-2030», которая связана с обновлением социально-педагогической среды. Выставочный комплекс позволил выявить талантливую молодежь по обе стороны. Приглашения на обучение по творческому направлению в Преаморском университете получили победители из числа учащихся от КНР. Подводя итоги фестиваля, организаторы поставили цель по созданию базы данных талантливых детей-художников и продолжению подобных встреч. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.